Иван Иванович, 1934 года рождения. Вы здесь родились? Здесь, в Журавке. Журавке. Вы кто по национальности? Я русский. Ну, вы же это украинец, конечно, но записанный я русский. А родители записаны как были? Мать украинка, отец русский. Но не был русский или просто записан русский? Записан. Мы, в общем, переселенцы из Украины. А с какого места вы не знаете? Город Богодухов. Есть. Город Богодухов на Украине. На Украине город Богодухов есть. Это какой области? Сумская, по-моему. Сумская. Да, я там был. Да? И родственники остались? Нет, никого там нет. Это просто город Богодухов. А на Украине. А вы не помните, вы были вольные или служили? Вольные. Вольные, вольные. Вольные, да. Казачий струй у нас был. Ага. А не помните, с какого года ваша журавка основана у вас сюда? Не скажу, точно не скажу. Не скажете. Ну, самое первое село вот этого Богучарского Богучара, а потом одно из первых село Журавка. Журавка. А там прямо мамон за 7 км. Там же нижний мамон. Нижний мамон, потом верхний мамон, а потом опять там села идут так перемешку. А вот они по дому селились, короче, и где хохли, где москали. Ну а сейчас всех по-хохляче тут говорят? Да, больше на русский больше приходят. Больше на русский? Ну, так, ну, смотри, как мы разговариваем. И вы хохлушка? Мать хохлушка, отец москалин. Так, а вот на цимбалах вы научились играть. Кто у вас? У меня отец играл. Отец играл. А как вашего отца звали? Богдух Иван Тихонич. Иван Тихонич. А он какого года рожден? 1895-го. В 83-м году помер. И у вас в силе вот только ваша семья играла или еще кто-то играл? Ну, раньше, раньше там играли. А так только наша семья одна есть. Такая. А это ясно. Раньше еще до отца, да? Ну, нет, при отцу еще, ну, это... Понятно. В общем, до войны, короче говоря. А цимбала откуда? Вот ваши лично цимбалы? Наши, я же говорю, с Украины еще привержены. Вот, приехал. Когда переселялись. То есть это им что, там около 300 лет? Сколько? Получается, около 300 лет. Да, 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 да. Но мы их переделывали. Переделывали. Они побольше были, понимаешь? Еще больше были, чем... Ну, наш мастер был хороший, ногу резал их. Ну, а эти вот цимбалы в 1906 году были приобретены, а когда они сделаны, тоже неизвестно. Ну, это инструменты старинные. Старинные. Да, старинные. Но вас отец учил, да? Вот расскажите, как ты нас побил? Учил, я в основном... Ну, я учил, учил. Я сначала, наверное, их босачком, хлопчиком танцовал на струнах. Так вы же побили все. Я их не побил, их не побьешь, ничем. Она очень крепкая. А из чего струны? Стальная проволока? Конечно. А какой диаметр, не знаете? Они одинаковые все же, да? Конечно, одинаковые. А тут через кобылки, это типа, да? Через их, значит, и тональность получается. Кобылки это что? Вот это вот. Подпорки. Подпорки. Кобылки называются, да? А вот это вот сам адека, как называется? Вот сам корпус. Как-нибудь называется вот это вот? Да нет, не знаю. А вот это называется как? Ну, это колышки. Это настрой. А вот это с этой стороны, вот эти держатели как? Никак? Да, просто держатели и всего. А вот это вот для чутухелька? Это у нас называется чубиток. Чубиток? Ну, сапожок, сапожок. Ну, чубиток, я понимаю. Чтобы получить тон вот этот. Иначе я сейчас сниму. Да. Вот это я стоял, короче, не лежал. Вот это я настроил. Видишь? Ага, да. Акта вот дает, да. Ну, все. А как строится? Вот так можно рассказать? Вы ноты знаете? Кого? Ноты. Ноты вообще-то я знаю. Я на духовом оркестре играл. А тут... А так вот получились без ноты? Без ноты, конечно. А как вот вам отец рассказывал, как строить? На слух запомнили и все? Ну, как строить? Я бы... Любовь настроить. Куда играю? Я тут, примерно, на баяне, на гармошке. Гармошка. Любой строю. Я цимбал, свою тональность я всегда настроен. Вот это я под гармошку под свою. Ну, у меня и баянь есть, и гармошка. Вот это я... Вот это настроил сейчас. Вот музыканты, баянисты... Если б был бы баянист, вот сейчас пришел, уже мы строиться не строили. Уже выиграли с ним. Потому что я настроил специально. А как, у вас есть камертон или в голове слышите вы? Ну, зачем камертон? А у вас гармошка есть, да? Гармошка есть, и баянисты. А, под нее гармошку строите, да? Ну, под гармошку, под баян. Вот это я говорю, что под баян построил. Сейчас. Вот баянисты, я, конечно, я на ему не играю. Это года три или четыре, я баян загинил. Это вообще я не играю. Вот они играют этих тональность. Они играют сюда. Сейчас. Вот сюда играет. В основном, баянисты. Ты играет баянист? Да, да, да. Они играют вот это. Вот она, я настроил. Вот сюда. А дальше, какие, с какими должны сходиться, покажите. Вот это, пожалуйста, я строю. А если, ну, любую тональность, куда бы кто ни играл, пускай играет. Я что-то вот, вот мой ключ, вот мой, вот я, я строю. Вы подстраиваете. Конечно. А вот это вот один строй, да? Вот этот ряд весь к одному, к одной стройне. Да. Вот этому. Всегда по четыре. Вот, да? Всегда по четыре. Тут было пять. Но тут, видишь, этот ряд уже потерянный. Потерянный, да, да, да. Четыре. И у меня четыре. У меня то четыре. Тоже четыре. Хватит, четыре сны. Ну, да.